Добрый день! Здравствуй, страна! Сегодня 24 июня 2023 года. Мы находимся в городе Кироск, Ленинградской области. Итак, все по порядку. Три-четыре дня назад на мой личный телефон поступил звонок. Звонящий представился сотрудником 112 отделения полиции, который находится в городе Шлиссельбург. Не помню, как его фамилия, Рахматуллин или Рахманов, или что-то в этом плане, но имя у него запомнило. Это Альберт. И сразу начал с того, что Татьяна Александровна поступила заявление от Голубева по поводу того, что вы разместили на своем канале ролик, называется «Новая пелёшка» в Шлиссельбурге. Да, мы разместили этот ролик 22 октября, по-моему, 2022 года. Для того, чтобы продолжить наше общение по телефону с человеком, которого я не вижу, я попросила представить его полномочия свои. Ну, естественно, доверенность от Колокольцева. Тут началась истерика, какая доверенность, лицензии там с моей стороны заправили и так далее, и так далее. Он сказал, что он в таком тоне со мной общаться не будет. Так я ему сказала, что я вас не приглашала для общения. По всему поводу о этом будет чуть подробнее попозже. Значит, понятно, что Голубеву, который, семейству Голубеву, вернее, которые считают себя управляющей компанией в городе Шлиссельбурге, в доме номер 22, не понравился наш ролик, не понравилась информация, и мы его прекрасно понимаем. И об этом тоже чуть позже. Мало этого, значит, прошедшую среду, 21 июня 2023 года, я посетила жилищную инспекцию. Она называется так громко-государственная жилищная инспекция в городе Санкт-Петербург на улице Переулок Басково, дом 5, и с человеком по фамилии Подрезов Антон Геннадьевич. Не помню, какая у него должность и так далее. Общалась я по поводу того, что по оплате ЖКХ, почему мы должны оплачивать по межбюджетным трансферам, по капитальному ремонту, кто восстанавливает тарифы и так далее. Вот что мы живем на территории СССР, весь жилой, нежилой фонд принадлежит Советскому Союзу и так далее. На что он в ответ мне сказал, мы живем в Российской Федерации, я гражданин Российской Федерации, а вашей СССР нет. Дальше он вспомнил Конституцию, когда мы голосовали, якобы голосовали в 1993 году. В общем, я ему пыталась дать информацию, правильную информацию, опираясь на аргументы и факты. Но вот этот человек по фамилии Подрезов Антон Геннадьевич меня не услышал. И об этом комитете и более подробной информации тоже чуть позже. Итак, по поводу всей вот этой компании полиции Голубева и Государственного комитета жилищного надзора и контроля чуть подробнее. Итак, мы начинаем. Российская Федерация, не выполнив решение общенародного референдума от 17 марта 1991 года, обосновалась на территории РСФСР, составляющей 17,13 миллионов квадратных километров, территории СССР, не получив ее от СССР, и незаконно включила земли и водные пространства, сосредоточенные на этой территории, в государственной, в кавычках, кадастр недвижимости Российской Федерации. Власти Российской Федерации настолько были уверены в юридической безграмотности населения, что им и в голову не пришло обставить присвоение территории РСФСР и расположенные на этой территории общенародной собственности, соответствующими документами, подтверждающими передачу с баланса СССР-РСФСР на баланс Российской Федерации всех активов и пассивов, включая жизнеобеспечивающие ресурсы, которые по статье 11 Конституции СССР являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории, передачу от СССР-РСФСР на баланс Российской Федерации энергетических предприятий, инженерных коммуникаций, жилого фонда, его территории и общедомового имущества, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, продекларировав в непринятом проекте Конституции Российской Федерации 1993 года частную собственность на землю, правительство Российской Федерации в спешном порядке с одобрения незаконного президента Ельцина и Госдумы начало раздавать лакомые участки земли в личную собственность. Основанием для таких действий явились спешно принятые нормативно-правовые акты Российской Федерации, такие как постановление правительства Российской Федерации 25 августа 1992 года номер 622 о совершенствовании ведения государственного земельного кадастра в Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 11.12.93 номер 21.30 о государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость, позволяющие еще до вступления в действия земельного кодекса ФСЗ-136 от 25.10.2001 года передавать земли в собственность на рождающейся новой элите, причем за плату. Этот принцип был закреплен несколько позже в пункте 7 ст.1 закона «Основные принципы земельного законодательства», согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. То есть земля, являющаяся общенародным достоянием, стала предметом купли-продажи, что вполне вписывается в нормы адмиралтейского права. Разграничение земель с начала 90-х годов стало производиться на основании только по хозяйственной книге, а государственная земельная книга и земельная шнуровая книга, отображающие государственный учет и полномасштабную перепись земель, которые принадлежали дореволюционной России, а затем СССР, оказались проигнорированными, что является противозаконным действием по отношению к народу и государству. Общеизвестно, что на основании учтенных в земельно-шнуровой книге земель выписывались государственные акты на вечное, безвозмездное пользование землей, колхозам и совхозам, которые сохраняют свою юридическую силу и в настоящее время. Что свидетельствует о том, что данный акт не в силах отменить ни один человек и ни один закон, включая Конституцию. Подобную книгу имеет каждая страна, поскольку именно она определяет законности границы земли, лежащей в пределах территории, занимаемой государством. В земельной шнуровой книге по факту на 1991 год была записана вся государственная собственность СССР, обладающая как недвижимая вещь, полным правом собственности, владения, пользования и распоряжения. Земля не может ни у кого находиться в собственности, поскольку не является рукотворным объектом, созданным человеком, поэтому не может быть ни частной, ни муниципальной, ни федеральной, ни государственной собственности на землю. Земля может только наследоваться, так как дана нам во временное пользование на период жизни. Однако в Российской Федерации земля является вещью, что отражено в статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам, относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Этот принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов закреплен и в части 5 пункта 1, статья 1 Земельного кодекса Российской Федерации. Отсюда вывод. Чья земля? Того и здание. А чье здание? Того и помещение в нем. Соответственно, чтобы считать себя собственниками жилых помещений, квартир, мы должны быть собственниками доли здания МКД и, в первую очередь, доли земельного участка, которые подлежат государственной регистрации. Но, как сказано выше, право собственности на вещь, в том числе и землю, может быть приобретено при условии изготовления и создания этой вещи, что закреплено в статье 218 ГК Российской Федерации «Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя, с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом». Поскольку никто из нас не изготовил и не создал землю, то никакого права собственности на землю ни у Российской Федерации, ни у граждан в виде квартир и долей в МКД нет. Земля в СССР находилась в исключительной собственности государства и обеспечивала его единство и целостность. Передача земли в личную собственность и в долгосрочную аренду иностранцам с правом ее продажи не допускалась. Более того, категорически была запрещена, так как это могло привести к нарушению территориальной целостности, развалу страны и разбазариванию русских земель, а, возможно, к исчезновению русской цивилизации. Все вышесказанное до сих пор является откровением для собственников жилых помещений МКД. Для них по-прежнему остаются неясными такие основополагающие вопросы жилищных отношений, как на чьем балансе числятся многоквартирные жилые дома, кто их собственник, и должны ли так называемые собственники жилых помещений МКД оплачивать возрастающие ежегодно в цене жилищно-коммунальные услуги? Для каких собственников написан жилищный кодекс, и кто должен оплачивать содержание и ремонт общедомового имущества – ОДИ, если у собственников помещений МКД отсутствует юридический акт государственной регистрации права на владение долей ОДИ и земли? Кто должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги и компремонт МКД? Весь жилой фонд СССР на территории РСФСР остался в собственности субъекта права СССР и правообладателей в юридикции СССР. Договора передачи квартиры не являются действительными, как и свидетельства на право собственности, выданной после регистрации договоров передачи. Управляющие компании в сфере ЖКХ – эта информация касается лично семейства Голубевых – не имеют прав на управление и взимание платы за услуги с граждан СССР даже при наличии договоров. Изготовление и отправка платежных документов от управляющих компаний в сфере ЖКХ не являются даже афертами ввиду отсутствия правоспособности. И это есть мошеннические действия, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Ну и так в заключении хочу сказать, что долгов по ЖКХ не существует, потому что жилищно-коммунальные услуги оплачиваются из федерального бюджета. Что такое межбюджетный трансферт? Это выделение денежных средств из федерального бюджета в региональный бюджет, которые далее распределяются по администрациям и муниципалитетам. То есть все расходы на ЖКХ, в том числе на капитальный ремонт, заложенный федеральный бюджет, каждый квадратный метр жилых помещений в Российской Федерации оплачен. Требования облатить безликие платежки без печатей и подписей квалифицируются статьями Уголовного кодекса, как вымогательство, принуждение к совершению негодной сделки, легализация отмывания денежных средств, умышленные действия и геноцид. Ну а теперь информация, касаемая Комитета Государственного Жилищного Надзора и Контроля Ленинградской области. Вы врете, никакие не государственные. Знаете почему? Потому что юридическое лицо. Вашу ГРН 114-78-475-55-107. Далее, наименование полное. Комитет Государственного Жилищного Надзора и Контроля Ленинградской области. Санкт-Петербург, Муниципальный округ, Ликтейный округ, улица Некрасова, дом 14, литер АБ. Создание юридического лица. Здесь же все написано. Какое вы государственное? Зачем людей водить в заблуждение? Нам надоело это все слушать, что вы все государственные. Вас кто зарегистрировал? Смотрим. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 15 по Санкт-Петербургу. Она тоже является юридическим лицом. И все это ведение в заблуждение. Лицо, имеющее право бездоверенности, действует от имени юридического лица. Василенко Михаил Сергеевич. Председатель Комитета Государственного Жилищного Надзора и Контроля Ленинградской области. Пол мужской. Ну, конечно же, гражданин Российской Федерации. Об этом тоже я еще на этом остановлюсь. Значит, сведения об участниках, учредителях юридического лица. Как вам нравится? Ленинградская область. По-моему, Ленинградская область – это субъект права, не юридическое лицо. И какие у нее права у Ленинградской области были учреждать ваше юридическое лицо? Опять введение в заблуждение. Итак, страхование, страхование. Так, ОКВЭД. Деятельность органов государственной власти по управлению вопросами общего характера, кроме судебной власти, субъектов Российской Федерации. И дополнительные виды деятельности. Деятельность органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, кроме судебной власти, представительства исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации при президенте Российской Федерации. Ну, дальше такая уже неинтересная информация, она обычная, ни о чем Так что вот так вот, Подрезов Антон Геннадьевич Вы меня пытались убедить при нашей личной встрече, что вы являетесь государственным учреждением Еще раз повторяю, вы лыжете И вы так верите вот в это, и в Конституцию Российской Федерации, что вы граждане Российской Федерации, что СССР распался Так что изучайте документы И перестаньте вводить людей в заблуждение Вы юридические лица, созданные лишь для того, чтобы работать, так сказать, трудиться в личных своих финансовых интересах Ну, а сейчас информация о том, что касается полиции То есть ООО МВД Российской Федерации зарегистрировано как бизнес-компания в Министерстве труда США ДУНС номер 6835 303 73 Итак, выписка из ИГРЮ, свеженькая 21 июня Юридическое лицо ОГРН 103 770 0029 620 Наименование Министерства внутренних дел Российской Федерации Город Москва, улица Житная, дом 16, создание юридического лица Так, единственное лицо, которое имеет право действовать без доверенности Альберт, это информация для вас и для всех полицаев Это Колокольцев Владимир Александрович То есть у вас у всех должны быть доверенности На общение с третьими лицами Должность Колокольцева Министр внутренних дел Российской Федерации Так, кто вас зарегистрировал? МВД Российской Федерации Налоговая опять инспекция, которая является юридическим лицом Основной вид экономической деятельности Деятельность федеральных органов государственной власти Кроме полномоченных представителей президента Российской Федерации И территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Дополнительные виды деятельности Слушай внимательно Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров Издание книг, издание газет, издание журналов и периодических изданий Виды издательской деятельности и прочие Деятельность в области звукозаписи, издания музыкальных произведений Консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления. Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Научные исследования и разработки в области естественных технических наук и прочее. Деятельность рекламных агентств, исследования конъюнктуры рынка, деятельность по представлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, за исключением в другие группировки, образование профессиональное среднее. Вот и все. Так что вот так. Как только вы объявили себя советским человеком, любое действие против вас со стороны английской, управляющей компанией Российской Федерации и морское право, становится преступным. Именно поэтому министр МВД Российской Федерации Колокольцев застраховался приказом 249 о недопустимости беспокойства граждан СССР, чтобы полицаи за свои действия отвечали лично. Итак, вот приказ номер 249 от 24.04.2018 года. Пункт 13. При проведении проверки сотрудники не вправе проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям полиции. 13.2. Проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством РФ. 13.3. Проверять выполнение обязательных требований, установленных правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством РФ порядки. 13.4. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения внеплановой проверки по основанию предусмотренного. 13.4. Итак, поскольку я являюсь гражданкой СССР, то вы вообще ко мне близко даже подходить не можете на основании вот этого самого приказа колокольца, номер 249. Альбертик Рахматуллин или Рахманов, я не помню вашу фамилию. 13.4. Ну а теперь информация для всех лиц, которые считают себя гражданами Российской Федерации. 14. Согласно тому, что коммерческая компания Российской Федерации не является государством и членом Организации Объединенных Наций, а также прочих международных организаций, все физлица, которые называют себя гражданами Российской Федерации, либо считают себя таковыми, не заявляя об этом публично в соответствии с МКБ-10, Ф20-F29 Всемирной Организацией Здравоохранения, официально признаются подверженными хроническому психическому расстройству и представляют потенциальную опасность для окружающих, что влечет за собой правовые последствия в виде признания их недееспособными, то есть неспособными своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. И вот 21-го, значит, я посетила, так сказать, Государственный комитет надзора, там же это самое, а поскольку вот этот подрезов Антон Геннадьевич утверждал, что Российская Федерация – это государство, что СССРа нет, и он гражданин Российской Федерации, на следующий день, 22 июня, посредством электронной почты, почты я отправила в этот, так сказать, комитет, этому юридическому лицу, вот такой документ, который называется «Предостережение о персональной ответственности за соучастие в антисоветской деятельности». Документ не очень большой, на четырех страницах. Я весь его читать не буду, у нас есть отдельный ролик, я зачитаю лишь вводную часть. Итак, лица, участвующие в формировании структур Российской Федерации, далее РФ, на территории Союза Советских Социалистических Республик, далее СССР, как посредством участия в каких-либо избирательных процессах, так и путем осуществления деятельности в интересах Российской Федерации, подпадает под уголовную ответственность в соответствии с законом СССР от 25.12.1958 года. Об уголовной ответственности за государственные преступления, так как в своих действиях такие лица руководствуются неким законодательством Российской Федерации, возникшим на основании и восполнении опубликованной 25.12.1993 года в печатном издании «Российская газета» оферты, именуемой Конституцией Российской Федерации, что подтверждает ее таковой статус отсутствия реквизитов документа, место и дата совершения подписания, личная подпись уполномоченного лица, присущих нормативно-правовым актам далее НПА. Без документа, повторяю, зачитывать не буду, потому что у нас существует отдельный ролик. Итак, уважаемый подрезов Антон Геннадьевич, называя свою организацию, юридическое лицо государственной, я хочу вам сказать следующее, что слово «государственный» в отношении вас применимо лишь в таком сочетании, что вы являетесь государственными преступниками. Ничего личного, только закон. Спасибо. 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 Спасибо.